МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава советского правительства Яков Михайлович Свердлов всегда отличался завидным здоровьем. Зимой он ходил в легком пальто, спал по пять часов в день. А еще вез на себе такой воз дел и забот, которые после его смерти смогли осилить лишь три специально созданных ведомства. И при этом Свердлов всегда пренебрежительно отмахивался от знакомых, которые пытались указать ему на опасность такого отношения к собственному здоровью. На все их предупреждения и призывы он повторял одну и ту же фразу. Пустое. Вы же знаете, что я не устаю и не болею. И при этом он ничуть не преувеличивал. В среде старых большевиков была широко известна история, которая приключилась с Яковом Михайловичем в 1911 году, когда он собрался бежать из ссылки в Нарымском крае. Дело было в сентябре, когда вода в сибирских реках уже была по-зимнему холодна. Свердлов тогда пустился в бега на небольшой неустойчивой лодке. Посреди реки она перевернулась, и Яков Михайлович оказался в воде. Быстрые и ледяные воды Аби несли его несколько километров. Когда местные рыбаки вытащили бедолагу на берег, они не сомневались, долго после этого купания невысокий и тощенький Свердлов не протянет. Воспаление легких и скорая смерть в горячке. Таков был их прогноз. Но Яков Михайлович после этой своей одиссеи даже насморк не подхватил. А потому, когда в 1919 году было объявлено, что глава советского правительства Яков Свердлов скоропостижно скончался от банального гриппа, в это мало кто смог поверить. Неудивительно, что вскоре по стране поползли слухи. И в первую очередь говорили о том, что Свердлов стал жертвой заговора. Причем знающие люди были уверены. Председателя в ЦИК, который стал слишком заметной фигурой и забрал себе слишком много власти, свели в могилу свои. Яков Свердлов скончался 16 марта 1919 года в 16 часов 55 минут. Вечером того же дня члены ЦК РКПБ собрались в Кремле для того, чтобы определиться. Они хотели обсудить, как правильно увековечить память выдающегося большевика Якова Свердлова и что должен представлять собой церемониал похорон. Вопрос был крайне важным. Ведь до Свердлова никто из крупных большевиков не умирал, а следовательно, ритуал еще только предстояло разработать. Яков Михайлович Свердлов обрел свой покой в отдельной могиле на погосте у Кремлевской стены. Его тело было захоронено, а не кремировано. И с тех пор, по сути дела, пошла такая традиция, что особо выдающиеся деятели партии и деятели государства должны быть не кремированы, и урны с их прахом не помещались в Кремлевскую стену, а они должны быть захоронены. Для начала тело покойного из его Кремлевской квартиры перевезли в колонный зал Дома Союза. Было решено, что именно здесь пройдет церемония гражданской панихиды. Сподвижники Якова Михайловича единогласно постановили, именем Свердлова необходимо назвать город Екатеринбург с областью и площадь в самом центре Москвы, которая до этого носила вполне мирное название Театральное. Также здесь решили установить памятник почившему. На его изготовление в голодной постреволюционной стране выделили один миллион рублей. Помимо этого было решено объявить траур, отменить на дни похорон все концерты, театральные и цирковые представления и даже митинг в честь Парижской коммуны. Видимо, и его посчитали для народа развлечением. 17 марта должен был открыться очередной партийный съезд. Его отменять почему-то не стали, но зато очень много речей на нем посвятили памяти Якова Свердлова, главного арговика партии, как его называли многие, за его удивительный организаторский талант. Все, что говорилось тогда его соратниками, оно было верно. Другое дело, что история, ветер истории, который гнал вперед события с невероятной скоростью, не позволял сентиментальничать. И вот в каком-то смысле это были такие поспешные похороны. Может быть, это и позволило впоследствии делать какие-то такие догадки насчет того, что это была все-таки не такая простая смерть ни от испанки. 18 марта, в день похорон Якова Свердлова, в Москве было пасмурно. Того и гляди мог пойти снег. Гроб с телом бывшего председателя в ЦИК торжественно вынесли из колонного зала и под траурную музыку повлекли в сторону Красной площади. Это решение, похоронить Якова Михайловича в самом центре столицы молодого коммунистического государства, было не случайно. Возле Кремлевской стены уже было несколько братских могил. Здесь нашли успокоение рабочие и солдаты, которые погибли в те дни, когда в Москве произошел большевистский переворот. Дело в том, что часть юнкеров засела в ограде Кремля. Красная гвардия начала и артобстрел Кремля. Веду чего пострадал, например, Спасской башней, знаменитые часы, потом в дальнейшем восстанавливаемые. Кремлевские куранты, в которые угодил артиллерийский снаряд, удалось починить. В 1939 году драматург Николай Погодин даже написал об этом пьесу, которая так и называлась – «Кремлевские куранты». Она была поставлена едва ли не во всех театрах страны, а в 1942 году получила сталинскую премию. Что же до тех революционных рабочих и солдат, которые погибли при штурме Кремля, то их решили похоронить прямо на том месте, где они и приняли смерть – на Красной площади. Так в Москве и появилось новое, не освященное ни богом, ни людьми, кладбище. Некрополь возник еще в 1917 году как революционный, но теперь со смертью Свердлова он стал не только революционным, он стал еще и государственным. Свердлов оказался той связующей нить, которая перевела революционную традицию в государственную традицию. Над могилой безвременно ушедшего из жизни товарища большевистские вожди разного ранга произнесли немало пламенных речей. Ленин констатировал практическую трезвость и практическую умелость покойного. Он всячески превозносил Якова Михайловича, говорил о его величайшей работоспособности и незаменимости. В тот же день, выступая с речью в памяти Свердлова на заседании в ЦИК, Ленин произнес, «Та работа, которую он делал один в области организации, выбора людей, назначение их на ответственные посты по всем разнообразным специальностям, эта работа будет теперь под силу нам лишь в том случае, если на каждую из крупных отраслей, которыми единолично ведал товарищ Свердлов, вы выдвинете целые группы людей, которые, идя по его стопам, сумели бы приблизиться к тому, что делал один человек». Его знаменитые выступления о Свердлове на его похоронах и в печати, они уже задали некий образ легендарного революционера, легендарного борца. Вплоть до того, что даже Молотов на склоне лет уже говорил, что здесь Ленин немножко переборщил с восхвалением Свердлова. Думаю, что Ленин в данном случае не переборщил, а просто задал новый вектор уже советского государства. Государство было идиократическое, в котором правят идеологии от и до. Естественно, что создание культов личности было основой любого идиократического государства. Тем временем с мест в Кремль стали приходить отклики на смерть председателя в ЦИК. Они были полны типичного для большевистской риторики пафоса. Он умер на идее его живо. В ответ на преждевременную кончину лучшего сотрудника Всемирной революции сомкнем свои ряды железными кольцами. В эту однотипную, по своей интонации массу, каким-то чудом затесался донос. Он сохранился в одном из архивов. И сегодня мы можем приобщить его текст к материалам нашего частного расследования. В этом письме некий большевик сообщал в редакцию газеты «Правда» о возмутительных, с его точки зрения, пересудах московских обывателей. Люди судачили о том, что раз тело председателя в ЦИК было предано земле без традиционного вскрытия, то, скорее всего, со смертью товарища Свердлова было все далеко не так просто, как хотели показать власти. Автор письма, поначалу возмущенный пересудами, под конец и сам начал сомневаться в официальной версии смерти Свердлова. Он писал, «А кто может поручиться за то, что врагами трудового народа не распространяются злоумышленно-тифозные и другие микробы среди рабочего класса?» Действительно, скоропостижная смерть Якова Михайловича в возрасте 33 лет не могла не породить множество слухов. «А я слышала, что его отравили!» «Глупсти! Кому его отравить-то было? Нет, не отравили!» «Я слышала, забили до смерти!» «Это как же?» «А так! На митинге, где голодные рабочие собрались, начал он городить какую-то чушь про мировую революцию. Вот его и отделали, как Сидорову козу!» «Ну дела!» «Люди ищут на пустом месте доказательства. Просто, видимо, им очень хочется их найти. Точно так же появилась в белогвардейской прессе версия о том, что Свердлов не простудился, схватив испанку на этом пресловутом митинге в Орле. Его убили там рабочие крестьяне». Эта версия не может быть доказана ни с помощью документов, ни достоверным свидетельством современников. Но, тем не менее, она жива уже несколько десятилетий кряду, и все новые поколения историков берут ее на вооружение. Если верить ей, то возмущенные крошечными пайками и красным террором рабочие Орловских железнодорожных мастерских не только не пожелали слушать речь Свердлова о создании третьего коммунистического интернационала, но забросали оратора то ли камнями, то ли полиньями. При этом орудие пролетариата попало председателю президиума в ЦИК точно в голову. Оказать Свердлову правильную медицинскую помощь на месте не удалось. Торопились унести ноги. В итоге врач осмотрел больного только в Москве, 11 марта 1919 года. А еще через пять дней, то есть 16 марта, Яков Свердлов скончался, как было объявлено, от гриппа испанки с осложнением на легкие. Забавно то, как у нас кочуют версии одна из другой. Дело в том, что вообще, начиная с 1918 года, в белогвардейской прессе с завидным регулярностью появлялись статьи о том, что тот или иной большевистский лидер был побит собственными рабочими и от этого скончался. Первая такая версия появилась после покушения на Ленина и Урицкого. Не зная толком, что в действительности происходит в Москве и Петрограде, колчаковские газеты писали о том, что Урицкий был до смерти забит питерскими железнодорожниками. В то время как Ленина, по мнению белой прессы, рабочие с заводом Михельсона забросали камнями за то, что он повел речи о продуктовых карточках. И таких версий появлялось безумное количество. Но именно применительно к Свердлову она прижилась. Она была просто очень выгодна всем антибольшевистским силам показать, что вот фактически глава советского государства, а ведь по конституции РССР именно представитель ФЦИК был главой государства, не Петрцов Нарков, не Ленин, а Свердлов. Он пострадал от рабочих. Вот, пожалуйста, большевики кричат за рабочих, а рабочие убьют. В процессе нашего расследования нам удалось установить, что по поводу правдивости этой версии мнения современных историков разделились. Большинство уверено, истинно официальная версия, которая гласит, Яков Михайлович Свердлов скончался от гриппа, так называемой испанки. Эпидемия гриппа 19-го года, как раз по окончании мировой войны, так называемая испанка, так почему такое название осталось, почему, не знаю. Она выкосила, как подсчитано было потом, очень скоро, больше людей, чем вся первая мировая война в Европе. Но некоторые исследователи и по сию пору убеждены, от банального гриппа сразу после революции, то есть в самый пиковый момент его жизни и деятельности, Свердлов умереть просто не мог. Для меня, как для человека, занимающегося историей, совершенно ясно, что лидеры политических партий или командующие армиями никогда не умирают в разгар событий от гриппа. Человеческий организм так устроен, что в критической ситуации, а война таковой и является, он мобилизует все свои скрытые силы и резервы. Общеизвестно, что на войне, где стресс скорее норма, чем исключение, люди крайне редко умирают от инфаркта. Более того, на поле боя практически не простужаются, хотя условия в промерзших окопах далеки от санаторгов. Яков Михайлович участвовал в этой гражданской войне в качестве вождя. И он был очень азартен, он был наверху власти. И большевики уже побеждали. Я не верю, что в этот момент человек может заболеть гриппом и от гриппа умереть. Значит, все-таки смерть от руки оголодавших и, как следствие, озверевших рабочих. Поэт Феликс Чуев, автор книги «Сорок бесед с Молотовым», напрямую спросил Вячеслава Михайловича. Разговор такой ходит, что на Свердлова где-то напали, избили, и он после этого умер. Так было дело? Стареющий Молотов Чуеву ответил тогда уклончиво. Возможно. Мы же со своей стороны точно можем сказать лишь одно. Эта версия – смерть в результате избиения рабочими – далеко не единственная скандальная версия смерти Якова Свердлова. Бог есть и долго терпит, но больно бьет. Поэтому было ли покушение на Свердлова какое-то среди митингующих рабочих, не было никакого покушения. Но чтобы какая-то карающая рука его застала, мистически, это, безусловно, так. На почетном месте в папке с материалами нашего расследования содержится документ, в котором весьма логично выстроена версия заговора против Якова Михайловича. Причем, согласно этой версии, руководил им никто иной, как Владимир Ильич Ленин. Сторонники этой версии убедительно доказывают, что Ленин вполне мог желать смерти Свердлова. И причиной этого мог стать банальный факт. Яков Михайлович подобрался слишком близко к вершине власти. Настолько близко, что Ленин начал чувствовать. Ему наступают на пятки. И его до этого момента абсолютный авторитет в партии уже не может служить ему стопроцентной защитой. Есть такая версия, что Якову Михайловичу помог уйти из жизни кто-то из руководства страны, в том числе, возможно, и Владимир Ильич Ленин. Версия вырастает из 30 августа 1918 года, когда на Владимира Ильича Ульянова Ленина было совершено покушение. Была обвинена эсерка Фанни Каплан. Причем Каплан, что интересно, была знакомой сестры Якова Михайловича, Сары Михайловны. И вот именно это основание дало и повод для того, чтобы заподозрить Якова Михайловича в возможной причастности к покушению на Ленина. Внуки Свердлова вспоминают историю, которая вошла в фольклор их семьи. Дело происходило в Кремле в 1918 году. Тогда сыну Якова Михайловича Андрею было всего 7 лет. Папа с мальчишками нашли где-то патроны. И очень хотели спрятать. Естественно, родители мне сказали, а куда надежнее всего спрятать в глубину камина. И вот вечером приходит Ленин, приходит Яков Михайлович, в комнате холодно, большие эти комнаты кремлевские, холодные, решают затопить камин, затапливают. И из камина идет совершенно страшная пальба по всей комнате. Тогда все было списано именно на детские шалости. Свердлов и Ленин, чудом избежав ранения, лишь нервно посмеялись, а потом хорошенько пропесочили виновника, маленького Андрея Свердлова. Но вполне вероятно, что потом, уже после того, как на Ленина было совершено настоящее покушение, он вспомнил недавний эпизод в доме Свердлова и, возможно, призадумался. А не был ли он на самом деле не детской шалостью, а первой попыткой покушения на него самого? Но прежде чем разбираться в этом запутанном деле, давайте все же вернемся немного назад и расскажем о том, с чего же, собственно, начинался для Свердлова путь наверх. Путь, который Яков Михайлович проделал так стремительно и ярко, что о нем заговорили как о конкуренте самому Ленину. Для начала немного подробностей о той семье, в которой он рос. Это была большая, очень дружная, неплохо для тех времен образованная еврейская семья. Отца Якова Свердлова, гравера по профессии и революционера по убеждениям, хорошо знал сам Максим Горький. И этот факт стал для одного из братьев Якова Михайловича Зиновия решающим в жизни. Он принял православие. Горький был его восприемником по церковному обряду. И когда вот произошла эта процедура, он принял отчество и фамилию Горького. То есть он стал Зиновий Алексеевич Пешков. Еще до революции он уехал во Францию. Когда разразилась Первая мировая война, он вступил в иностранный регион. Кстати, когда Зиновий Пешков, уже будучи генералом, и вообще величиной во Франции немаленькой, понял, что жизнь его идет к закату, он завещал похоронить себя на русском кладбище под Парижем. На его могиле опять-таки по его просьбе начертали только два слова. Легионер Пешков. Пользовался невероятным успехом у женщин. Был несколько раз женат. При этом в числе его возлюбленных были графини, герцогини, и жены миллионеров. В общем, такой был очень любеобильный человек. Вот у него была одна единственная дочь, которая там родилась. Она вышла замуж за советского гражданина, работавшего в Италии. Уехала с ним в Россию, погибла впоследствии в ГУЛАГе. В 60-х годах она приезжала сюда. То есть не в лагерях она была, а приезжала, будучи, ну, фактически живя за границей. Приезжала сюда и хотела встретиться с папой, но папа отказался встречаться. Все-таки вот Зиновий тогда считался, ну, вот и в нашей семье предателем его, как бы что-нибудь, поэтому, значит, отказался папа с его дочерью встречаться. Зато совершенно достоверно известно, что Вениамин Свердлов, еще один брат Якова Михайловича, все-таки закончил свои дни в ГУЛАГе. Еще до революции он сделался банкиром в США, а в 18-м году стал первым американским финансовым консультантом большевиков, которые только-только пришли к власти. Затем он по приглашению Якова Свердлова вернулся на родину, был назначен наркомом путей сообщения, а в 26-м году стал членом президиума ВСНХ. Все закончилось в октябре 1938-го, когда Вениамин Свердлов был арестован как троцкистский террорист. Его расстреляли 16 апреля 1939-го года. Согласно официальной биографии Якова Свердлова, которая была опубликована в Большой советской энциклопедии, членом Российской социал-демократической партии он стал еще в 1901 году. Современные историки уверены, что, скорее всего, это была чистая в этой приписка. Свердлова тогда было всего 16. Как бы то ни было, уже в 1904 году Яков, получивший к этому моменту псевдоним «Малыш», то ли по причине возраста, то ли из-за малого роста, принял самое активное участие в политической борьбе. В частности, он был одним из организаторов забавной акции. Вот если бы сегодня ее провели какие-нибудь наши радикалы, она была бы во всех СМИ. В Нижнем Новгороде рабочие, студенты, такая радикальная молодежь устроили на 1 мая митинг. Поскольку город был жестко под контролем полиции, они его устроили на лодках посреди Волги. И жандармы, которые были к этому не готовы, бегали бессильно и по берегу. В этой демонстрации, кстати, узнал Ленин в своем эмигрантском далеко. За решеткой революционер Яков Свердлов в первый раз оказался 10 июня 906 года, когда его арестовали в Перми с поддельным паспортом. Судили Свердлова по делу о его причастности к боевой организации, то есть, говоря современным языком, за терроризм. Приговор для такой статьи оказался достаточно мягким. Два года тюрьмы. Но лиха беда начала. После этого Яков Михайлович арестовывался еще 17 раз. Известие о падении самодержавия он также получил, находясь в ссылке. Полицейское начальство выдало ему 50 рублей на харчи. Он тут же отправился в путь в охваченный революционным безумием Петроград. По тонкому, из-за близкой весны, а потому очень опасному льду Енисея, Яков Свердлов добрался до Красноярска. Это почти тысяча верст. Дальше путь был вполне комфортным. В ту пору поезда по России еще ходили регулярно и по расписанию. В революционной столице Свердлов тут же встал на сторону Ленина. И это явилось залогом его стремительной карьеры в партии большевиков. В октябре 17-го именно он председательствовал на знаменитом заседании ЦК, на котором было принято решение о вооруженном восстании в Петрограде. Свердлов не был любимым вождем рабочего класса. Отнюдь. Он был жесток, очень такой неприветливый, жесткий, суровый человек. Такие люди харизмы не имеют. После того, как в ночь с 25 на 26 октября, или с 7 на 8 ноября по новому стилю, большевики взяли власть в свои руки, главой исполнительной власти страны, то есть главой правительства, президентом, стал Лев Каменев. Впрочем, на этом посту он пробыл всего лишь две недели. Уже 21 ноября 17-го года товарищи по партии назначили на этот высокий пост более жесткого и решительного Якова Свердлова. Свердлов – это не ученый, не мыслитель, в отличие от, скажем, Ленина или Каменева, или того же Бухарина. Он чистый политик, практик. Вряд ли ему сильно польщу, если скажу, что как организатор он был просто гениален. Он мгновенно запоминал сотни людей. Ему приходилось постоянно переезжать из города в город, из поселка в поселок, выступать на каких-нибудь там митингах, разговаривать с разными рабочими. Он запоминал их всех. Люди, с которыми он общался, скажем, в пятом году, в каком-нибудь богом забытом руднике на Урале, потом встречали его в Смольном в октябре 17-го, он их узнавал. Останавливался, говорил, Саша Петров – это вот в воспоминаниях о Свердлове такой постоянный мотив. Все это сделало Якова Михайловича воистину незаменимым человеком. Его даже называли «записной книжкой Ленина». Он лучше всех знал и помнил партийные кадры и мог безошибочно рекомендовать того или иного товарища на одну из многочисленных бюрократических должностей, которые плодились как прыщи на носу у подростка везде, где укреплялась советская власть. Одновременно рос авторитет и самого Свердлова. Именно он становится создателем системы советов. В соавторстве с Лениным пишет первую советскую конституцию. Его подпись стоит под приказом о начале проведения красного террора и о начале расказачивания. Речь идет о геноциде, о физическом уничтожении русских людей, живущих на территории своей страны. Уничтожение только потому, что они родились казаками. Отголоски этой акции слышны и сегодня. Ведь именно после того, как терское и сунжское казачество были уничтожены, на богатые нефтью равнины, на которых ранее жили казаки, спустились воинственные горские племена, в том числе и чеченские. Наконец, именно с Яковом Свердловым напрямую связан приказ о расстреле царской семьи. Обо всех этих черных делах большевиков сказано уже достаточно много, а потому мы в нашем расследовании позволим себе не освещать их более подробно. Тем более, что нас в первую очередь интересует другое. Нас интересует сам Свердлов. И его все более возрастающий авторитет, который, если верить некоторым исследователям, в какой-то момент стал так велик, что Яков Михайлович оказался конкурентом самого Ленина. Он всегда умел и знал, что говорить. И это играло решающую роль, когда необходимо было провести какую-либо резолюцию, когда необходимо было достичь определенного решения. Живший в Кремле Демьян Бедный сочинил такие строчки. У дядюшки Якова полно всякого. И волос, и голос, и всегда готовая резолюция. Да здравствует социальная революция. Свердлов в своих руках сосредоточил аппаратную власть как в партии, так и в Советах. Это два маховика, на которых основано функционирование всей политической системы. Принятие всех решений связано с одним из этих двух аппаратов. Оба они оказались в руках Свердлова. Быть может, Свердлов в какой-то момент отчетливо понял свою значимость и свои истинные возможности. Быть может, после этого захотел, как сказали бы сегодня, выйти из тени. Захотел стать не только двигателем партии, но и ее идейным лидером. И он мог им стать, если бы не помеха в виде Владимира Ильича. Автор книги «Государство и революции», историк Валерий Шамбаров, чьи работы мы приобщили к материалам нашего расследования, пишет. Организовать покушение было непростой задачей. Партия не афишировала, кто и где будет выступать на митингах. Сам Ленин узнал о маршруте лишь накануне, получив 29 августа путевку на завод Михельсона. Путевки выдавали агитотдел в ЦИК и секретариат ЦИКа, подчинявшиеся Свердлову. Это что ж получается, этот гад нашего Ленина самолично под пули загнал? Ну почему же? Один гад, а другой нет. Да креста на вас нет, так о Лене не говорить. Ну а мне как раз есть. А вот на товарища Ульянове точно не было, и уж на Свердлове тем более. Так что оба хороши. Недаром не смогли вместе ужиться, как два паука в одной банке. Есть такая конспирологическая версия, что вот Свердлов, сосредоточивший в своих руках огромную власть, пытался устранить Ленина. Некоторые, правда очень бездоказательно, утверждают даже, что именно он стоял за покушением на Ленина 30 августа, когда Каплан, Фанни Каплан стреляла в Ленина. В качестве доказательства этой версии приводятся такие доводы. Именно Свердлов был более всего заинтересован в устранении вождя отдела. Именно Яков Михайлович после того, как Ленин оказался на больничной койке, засел в его кабинете, читал его корреспондент, и отдавал указания уже не только от своего имени, но и от имени Ленина. И именно он уже после того, как Ильич пошел на поправку, настоял на том, что вождю не следует сразу приступать к работе, а нужно подлечиться. Кстати, тогда впервые в биографии вождя пролетариата и возникли горки. Более того, именно Свердлов, вмешавшись в расследование дела о покушении на Ленина, приказал в срочном порядке расстрелять Фанни Каплан, а после сразу же сжечь ее тело. Комендант Кремля Мальков, который оставил после себя подробные воспоминания, лично расстрелял Каплан, а потом сжег ее тело в железной бочке посреди Александровского сада. Уже упоминавшийся нами Демьян Бедный присутствовал при этом диком акте и тоже позднее описал его в своих мемуарах. Говорят, что Ленин, который отнюдь не был дураком, ситуацию оценил правильно. Ильич понял. Либо Свердлов, в конце концов, доконает его, либо он сам должен успеть разобраться с председателем в ЦИК раньше. После того, как это решение было принято, Яков Михайлович и скончался от скоротечного гриппа, правдоподобность которого до сих пор вызывает массу сомнений. Первое сомнение вызывает некоторое напряжение между официальными медицинскими документами, которые составил доктор Готье, известный тогда московский врач, и тем, что нам известно о работе Свердлова в его последние дни. Дело в том, что по заключениям Готье болезнь 10 марта 2019 года у Свердлова протекала в очень тяжелой форме. У него была температура около 40 градусов. Он временами начинал бредить и галлюционировать, а с 2013 просто фактически началась агония. Но в то же время нам известно, что в течение своей болезни Яков Михайлович участвовал в заседаниях ЦК и Совнаркома. С 9 по 16 марта он подписывает множество важнейших государственных бумаг, проводит несколько встреч и вообще много работает. Проводит заседание Оргбюро ЦК, готовится к пленному ЦК, готовит документы к этому пленному. Он участвует опять же в других заседаниях Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, работает в своем служебном кабинете, опять участвует в заседании Совета Народных Комиссаров. И, наконец, в ночь с 15 на 16 марта, а 16 он умер, Яков Михайлович вновь участвует в заседании Совета Народных Комиссаров. Для немощного человека, для больного человека это очень большая нагрузка. Вот конспирологи считают, что это свидетельствует о фальсификации медицинских документов. В действительности, якобы, Свердлов страдал не от испанки, не от тяжелой формы легочного гриппа, а от каких-то других причин. Доктор Гетье, которого упоминает писатель Алексей Сахнин, фигура весьма любопытная. Врач от Бога, человек старой закваски, он оставил несколько страниц личных воспоминаний о своем пациенте, Якове Свердлове. Записи эти были сделаны зимой 1922 года, что особенно любопытно для исследователей. Мы приобщили их к материалам нашего расследования, и теперь можем процитировать. К примеру, вот как доктор Гетье описывает свой первый визит в дом Якова Свердлова в марте 1919 года. Он был в постели. Серьезное, вернее, строгое выражение лица и холодный, как бы застывший взгляд производили тяжелое впечатление. Такой человек, каким представлялся мне Свердлов, не стал бы искать жалости или сострадания у других, но и сам не тронулся бы чужими страданиями. Далее доктор Гетье однозначно указывает на то, что к моменту врачебного осмотра Яков Свердлов был тяжко болен, и болен именно испанкой. И подхватил он ее, судя по всему, в Орле, где по имеющимся документам в тот год от этой заразы вымерло практически все местное партийное руководство. Но, как уже было сказано, имеется и другое объяснение происхождения болезни Свердлова. По этой версии Яков Михайлович решил выступить перед рабочими железнодорожных мастерских. Рабочие ждали от него информацию об экономическом положении, о голоде, когда они могут обеспечить свои семьи и каково их будущее. Но Яков Михайлович стал им говорить об очередной годовщине Коминтерна и, разумеется, о революции. Это вызвало негодование рабочих, и, как утверждают, большевиков, которые вместе со Свердловым были на этом митинге в железнодорожных мастерских, начали закидывать камнями. То ли камнями, то ли поленьями. Не это главное. Куда важнее то, что Свердлову угодили примюхонько в голову. Он потерял сознание и некоторое время пролежал на холодной земле, после чего и простудился. Однако секретарь Якова Михайловича, Полина Виноградская, категорически отрицает этот сценарий развития событий. Враждебная нам зарубежная пресса лживо писала тогда, что Якова Михайловича якобы убили в пути крестьяне. Он простудился. Это произошло в Орле. Когда поезд подошел к перрону, недалеко от станции произошло собрание железнодорожных рабочих. Товарищ Волин, он же Фраткин, который был тогда председателем Орловского губысполкома, пришел к Свердлову просить его выступить на митинге. Он был восторженно встречен рабочими, поделился с ними своими радостными думами о создании третьего коммунистического интернационала. Вернулся Яков Михайлович совершенно охрипшим. Так где же правда? Доказательств мы не найдем, я думаю, никогда. Потому что, если вдумайтесь, то это самое страшное пятно, какое только может быть на советской власти. Что они от имени пролетария совершили эту революцию, и тут эти пролетарии просто банальные избили первое лицо государства. Как бы то ни было, результат то ли побивания камнями, то ли слишком активного ораторствования на холодном мартовском ветру был один – грипп. Но и тут сторонники версии политического заговора против Свердлова не успокаиваются. И приводят в качестве доказательства того, что болезнь Якова Михайловича как минимум не была заразна, такой довод. Дело в том, что Ленин, по воспоминаниям многих его современников, очень трепетно относился к собственному здоровью. Однако в день смерти Свердлова он все-таки пришел к больному и провел у его постели целых полчаса. Известно, что Ленин был последним, с кем он разговаривал. Буквально за считанные минуты до смерти Ленин пришел к тяжелобольному Свердлову, не боясь, кстати, заразиться инфекционным заболеванием. Разговаривал с ним, и люди, которые видели эту сцену из коридора, в том числе жена Свердлова, видели, что Ленин гладил руку больного, пытаясь его, видимо, утешить. Эксперт нашего документального расследования, доктор медицинских наук Виктор Тополянский, в одном из своих интервью так сказал по этому поводу. Посещение человека, страдающего тяжелым инфекционным заболеванием, шло вразрез с естественным поведением вождя. Одно дело поставить на кон свою страну, а другое рисковать собой и, очертя голову, встречаться лицом к лицу с грозной испанкой. Визит к погибающему от испанки соратнику создавал, казалось бы, угрозу заражения вождя. Но раз это свидание все-таки состоялось, значит, вождь либо пренебрег личной безопасностью ради каких-то особо важных предсмертных откровений председателя в ЦИК, либо знал, что Свердлов умирает не от испанки. О чем они говорят, неясно. Свидетелей нету. А если и есть свидетели, которые находились рядом, они как-то старались помалкивать и не распространять информацию, о чем был разговор. Но в итоге Ленин уходит, и примерно через полчаса, в 16 часов 55 минут, Яков Михайлович Свердлов 16 марта умирает. Есть еще косвенный, допустим, такой момент. Художник, который собирает посмертные маски, рассказывал в своем интервью, что такого вот ужаса, какой был на лице Якова Михайловича при смерти, он не видел ни на одной посмертной маске. Но это косвенно, это, конечно, ни о чем не говорит. Тем не менее, это не просто гриб банальный, когда человек высокой температуры, он молчу соображает, он просто теряет сознание. Если же пуститься во все тяжкие, начать всерьез фантазировать и предположить, что Ленин пришел к бывшему соратнику именно для того, чтобы насладиться видом его мучений, то из этого кое-что может выйти. Что если Ленин вместо слов ободрения и поддержки сказал так? Я знаю, что это ты организовал покушение на меня. Ты меня предал, и я тебя за это наказал. Тебя не добили подосланные мной убийцы в Орле, но яд, который тебе подсыпали в Москве, подействует уже через несколько минут. Если допустить все это, то тогда ужас на лице Якова Михайловича, а как следствие на его посмертной маске, вполне объясним. Но повторимся, все это всего лишь домыслы, причем совершенно киношные, в худшем смысле этого слова. Впрочем, это вообще отличительная черта любой теории заговора. Все они выглядят слишком искусственными, а следовательно, и слишком недостоверными. И именно поэтому всегда проигрывают простоте естественного течения жизни. Заразился, заболел, умер. Как умер за неделю до Свердлова, 10 марта все того же 19-го года, муж старшей сестры Ленина, Михаил Елизаров. Он заразился сыпным тифом, и спасти его не удалось. Сыпной тиф и натуральный оспа к тому времени в России успешно вытеснили испанку. Ее эпидемия уже шла на спад, но Свердлов подхватить ее все-таки успел. Опять-таки, если верить официальной версии его смерти. В истории все может быть. Но абсолютно все бывает в истории. И мог быть вирус, и мог быть грипп, и все что угодно. Если говорить о вероятности, вот с моей точки зрения, что вероятность того, что Михаил был избит, это 80%. А всякие вирусные заболевания, это 20%. На следующий день после кончины Якова Михайловича лишь одна московская газета, причем не из числа основных, а самая, что ни на есть заштатная, выходившая небольшим тиражом, опубликовала официальное медицинское сообщение о смерти Свердлова. Мы приобщили его к материалам нашего расследования. Вот оно. Яков Михайлович Свердлов заболел 7 марта, простудившись на митинге в Орле. Первые дни, хотя температура доходила во именами до 40 градусов, кроме катара верхних дыхательных путей, насморка, кашля и легкой ангины, ничего не отмечалось, и общее состояние было вполне удовлетворительно. Но в ночь с 10 на 11 марта температура, начавшая уже опускаться, вновь поднялась до 40,3 градуса, и на следующее утро появился воспалительный фокус в правом легком. Одновременно с развитием воспаления стали быстро падать силы больного, появились бред, сопровождающийся галлюцинациями, беспокойное состояние, бессонница, и болезнь приняла форму тяжелого воспаления легких, или так называемой испанской болезни. Подписал это сообщение уже упоминавшийся нами главный доктор солдатенковской больницы Гитье. Тогда вообще с испанкой не умели бороться. Более того, вообще в условиях гражданской войны и прочее, скорее всего, даже не обратили внимания, что это испанка на определенном этапе. Поняли это уже, когда он приехал в Москву. Эксперт нашего документального расследования, доктор медицинских наук Виктор Тополянский, так комментирует официальное медицинское заключение о смерти Свердлова. Информация Гитье, напечатанная так, чтобы она стала известной минимальному кругу читателей, порождала множество вопросов. Почему неизменно осторожный Гитье нарушил врачебные традиции и ни разу не собрал консилиум у постели умирающего председателя в ЦИК? Еще в сентябре 1918 года, по указанию Ленина, в Кремле организовали некое подобие стационара с амбулаторией для руководящих партийных кадров. Почему же крайне осмотрительный Гитье пошел на ничем не аргументированный риск лечения своего пациента на дому и не настоял на его переводе, если не к себе в Солдатенковскую больницу, то хотя бы в приемный покой при Кремлевской амбулатории? Или высокие инстанции сочли нецелесообразную госпитализацию погибающего председателя в ЦИК? Напрашивается вывод. Свердлов, вполне возможно, действительно болел испанкой. Но истинную причину его смерти Гитье все-таки утаил. От себя добавим, что, возможно, именно это от него и требовалось. Что-то я так и не поняла. Отчего помер-то? От жизни. Знаете, говорят, жить вредно до чрезвычайности, умереть можно. Да отстаньте вы со своими глупостями. Тут целый глава государства Богу душу отдал, а никто до сих пор не знает, как и почему. Уверяю вас, кому надо, знают. В качестве подтверждения того, что энергичный, предприимчивый и весьма сведущий Свердлов не устраивал руководство партии и в качестве председателя правительства страны может служить простой факт. После него эту должность занял бесцветный Калинин. Я бы не сказал, что именно сразу эта должность стала номинальной, но значение свое она, безусловно, потеряла. Все решают уже в партийных органах, чем и объясняется возросшая уже тогда роль Сталина. Но во главе советских структур должен был стоять кто-то солидный, авторитетный, но больше свадебный генерал. А на эту роль никто не подходил лучше Калинина. Ленин с видимым облегчением разделил те властные полномочия, которые до этого объединял в своих руках Яков Свердлов между несколькими специально созданными ведомствами. По личному предложению Владимира Ильича пост председателя Пизидиума в ЦИК занял Михаил Калинин, которого больше интересовали балеринки из Большого театра, а не кремлевские интриги и борьба за власть. Язвительный Троцкий, напутствуя Калинина на дальнейший труд во благо партии большевиков, выдал одну из тех своих фраз, которым суждено было стать крылатыми. Ты был у себя в деревне сельским старостой, сказал Лев Давидович. А теперь будешь у нас в стране всероссийским старостой. Краткая, но яростная эпоха Якова Свердлова, черного демона революции в неизменной кожанке, моду на которую он, кстати сказать, и ввел, уходила в прошлое. Зря успокоившийся за свое место на вершине власти Ленин, теперь остался один на один со своей судьбой – Сталином. Редактор субтитров А.Семкин